Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Трансферное окно закрылось, ребят, никого мы не приобрели, поэтому я, как и говорил в прошлой серии, пока сэкономим немножко денег, не будем кидаться на любого игрока, но мы видим, что Кимик присоединился к Манчестер Сити. Это довольно интересный трансфер и довольно неплохое усиление для центра поля Сити. У нас, к сожалению, нет таких денег, чтобы покупать себе таких игроков, поэтому мы пока экономим, играем с теми, кто есть и продолжаем, так скажем, изучать нашу команду. Обидно, чтобы Нассер получил травму, но он, к сожалению, у нас выбыл на три месяца вновь, недавно восстановился после перелома лодыжки, теперь у него перелом пальца, в общем, поломанный у нас какой-то, многие предлагали уже его продать, но посмотрим. За него, в принципе, можно выручить неплохие деньги, но просто меня лично смущает, что он большую часть времени травмирован, чем мы его задействуем, и по факту у нас просто замаринованы его деньги, на которые мы могли бы купить кого-то более продуктивного. В чемпионате у нас пока все неплохо, мы на первом месте, мы опережаем Интер на 4 очка, и давайте тогда начинать первый матч. Мы играем на выезде с командой из нижней части турнирной таблицы, также, ребята, смотрите-ка, Лиау хотел купить Манчестер Юнайтед за 140 миллионов, но нет, здесь мы никому не будем. Сейчас подыгрывать, Лиау один из лидеров нашей команды, ну и также сегодня у нас кубок, ребята. Так, здесь еще было предложение за 8 миллионов, но пока, пока отвергнем, потому что трансферное окно уже закрыто, здесь Жиру хочет стартовый состав сегодня. Ну, в принципе, здесь можно дать Жиру сыграть, так что давайте вместо Акафора выпустим его. Так, Калюлю, Кьяер, давайте Кьяер сыграет сегодня, Калюлю, наверное, выпустим в кубке. Я честно хочу дать, вот попробовать свои шансы тому же Мусе, тому же Калюлю проявить себя, чтобы они подкачали рейтинг, не брать сейчас просто вот на каждую позицию новых игроков, тогда это уже будет не особо и Милан. Хочется попробовать именно теми, кто есть. Вот состав соперника, у них ни одной победы за последние 5 игр, у нас, ну тоже так, ни шатка, ни валка играет команда, то побеждаем, то проигрываем. Ну и давайте тогда потихоньку начинать. Вы, ребята, усаживайтесь поудобнее, влепите лайк ролику, не забывайте подписываться, если здесь впервые. Также залетайте в телегу по ссылке в закрепленном комментарии, там у нас анонсы выхода серии, уведомления о стримах, вся инфа, голосование, все будет там. Также в закрепе есть ссылка на мой второй канал с прохождениями, название Фандом Лига, там у нас сюжетные игры, прохождение. Ну и также в закрепе ссылка на Твич канал, где как раз таки проходят стримы, фоловьтесь, ребят, всем буду рад, ну а мы отправляемся на первую игру. У нас такая, ребят, очень нестабильная игра у команды, мы где-то можем выиграть, а где-то можем отлететь вообще без шансов. Но иногда бывает так, что на каких-то своих ошибках мы проигрываем, нужно как раз таки стараться это изменить. Ну вот Оливье Жеру сегодня попросился в старт, будем надеяться, что он забьет. Да, он староват, да, он медлителен, да, у него падает рейтинг, но пока в этом сезоне мы стараемся задействовать всех игроков, которые у нас есть. Кто-то говорит опять, что акцент больше на шешку, ну ребят, мы, во-первых, купили шешку, купили для того, чтобы он играл, во-вторых, он играет лучше остальных нападающих, Ну и по мне так логично, что ему делается больший акцент, чем другим. Про это все уже было сказано не один раз. Ляо неплохо здесь сыграл на Жеру, есть свободная зона. Жеру пока набирает скорость. Ляо открывается под передачу. Здесь немножко не получилось у Ляо проскочить. Но он сейчас борьбу навязывает сопернику. Выгрызает мяч, подача, шешку! Как же здорово, он и обработал этот пас от Ляо, и пробил, но голкипер на месте. Подача есть. Соперник отбивается, галахер, скидка, муса. Плотненький выстрел. Нет, это Чуквезе был, ребята. Это, по-моему, был Чуквезе. Они здесь вдвоем в одной точке оказались. И муса, и Чуквезе. А вот теперь контратака соперника. И Тамори, красавец. Мяч-то сохранил, да вот жаль потом не получилось. Для команды его выгрызти. Но зато муса здорово действует. 18-ая минута. И атака уже на ворота соперника. С первым пасом мусы справились, а дальше только аут был заработан. А вот тут уже соперник Зорова на ленточке мяч сохранил. Тео Эрнандес пытался вступить в борьбу. Но по итогу Ляо мяч выбивает из-под ноги соперника. Очень волнительно сейчас действует соперник. Момент, удар, и как он залетает с разворота. 28-ая минута. И хозяева забивает. Кассо выводит свою команду вперед. Но здесь удивительный удар. Просто казалось неудобно бить. А он, посмотрите, не глядя, бьет и поражает наши ворота. Но вот в этом сезоне нам постоянно залетают какие-то очень странные голы. И наш вратарь, к сожалению, не всегда с ними справляется. Ляо передача на шешку. Галлахер. А вот у него галкипер вообще непонятно, какими частями тела отбивает эти удары. Еще один угловой. Еще одна подача. Снова Кьяер. Но не попадает он в створ. И сам на себя ругается. Потому что у нас игра с не самым сильным соперником. У которого ни одной победы. Ну, как обычно. Вот FIFA она любит, ребята. У других команда не выигрывает. А с нами борются так, как будто это, не знаю, финал Лиги Чемпионов. И здесь все стоит на кону. Хорошая передача. Ну же, Жеру. Жеру со своим опытом. С левой не попадает в дальний. Странно, что он бил с левой. Ну уж, видимо, как подработал. Но момент был неплохой. Шешко здорово вывел партнера. И здесь здорово. Галлахер. И Галлахер не попадает. Ну, ребят, вот просто я делаю все для того, чтобы забить. И ударил специально аккуратно. И мяч пролетел мимо вратаря. Но он... У соперника удар с разворота залетает. Точнехонько в окружении нашей защиты. Вратаря. А у нас... Все удары пока вот так вот мимо. И в итоге 1-0 в пользу хозяев. Хорошая передача на Шешко. Шешко залетает в штрафную. Выкатывает. На Жеру. Но мяч до него не доходит. И вот заметьте. Ну вот они иногда даже пасы не могут дать ровно. При этом они... Забили буквально с единственного своего момента. Тео Эрнандес. Чуквезе. Муса. Муса. Жеру. А не пенальти. Не толчок здесь был. Если так пойдет дальше. То нужно будет ребята Кафора выпускать. Ну а сейчас Жеру. Играет на Шешко. Шешко с мячом. И вратарь снова вытаскивает. Как? Как он это делает? У него просто одни спасения. И главное он отбивает как-то не руками. А как будто корпусом просто мяч в него попадает. И... Удивительный галкипер. Ну же Ляо забить. Наконец-таки. Один есть ребята. Вот и Ляо. Кто говорит что его не видно в этой схеме. Я не знаю. Он сегодня довольно активен. Сегодня все активные. Ну и здесь аккуратно. Ему выкатили. Он здорово так на пробросе мяча вперед. Смог ворваться в штрафную. Это мячья 1-1. А вот теперь надо добавлять. Неплохо. Акафор. Ждет забегания Ляо. И прошла передача Ляо. Здорово. Черпачок. Шешко. Забить. Вот ребята. Вот эти парни. Которые готовы. Просто разорвать оборону. Он у соперника. Как здесь было все изящно разыграно. Начиная от проброса Акафора на Ляо. Тот забрасывает на Шешку. И Шешку аккуратно подрабатывает. И наконец-таки попадает в створ. Это 2-1. Но вот именно этого мы и ждали от команды. Чтобы вот так вот все четко получалось разыгрывать. У нас выходит вместо Чукуэзе Пулешич. И снова на Ляо пас. И Ляо. Здорово. Шешко. Ну вот бильярдные пошли ребята. 3-1. Шешко дубль. Ляо красавчик. И снова все на скорости. Акафор. Ляо и Шешко. Красиво. Классно. Здорово. Ну и вот здесь Ляо выждал паузу. Чуть-чуть пробежал. Вкатил Шешку. И тот. Ну повезло. Вот здесь аккуратно. Очень он катнул под дальнюю штангу. И тут немножко везения уже. Цепляет соперника. Подача. Хорошо, что мы забили третий. Ребята. Вот эти парни снова, снова на каком-то кураже забивают гол. Причем, что здесь вновь что-то придумала наша оборона. Ну вот эта скидка, конечно, на дальнюю штангу была просто изумительной. Это знаете, это не то, что соперник там как-то случайно чиркнул мяч. Это была зрячая скидка на дальнюю штангу. Ну а там шикарно получилось разыграть. Шешком. Галла Херлиау. Надо забить. Ну, островат был угол. Тем не менее, ребята, мы побеждаем в довольно жарком поединке. И перед матчем Кубка Италии сейчас, конечно, нервишки пошатаны у нашей команды. Но главное, что мы забрали три очка. Сейчас у нас четвертьфинал. Кубка Италии против Сусуола. Играем мы дома. И, в принципе, наша команда в неплохом состоянии. Ну и, как мы видим, Сусуола. Три победы, одна ничья, одно поражение. Полный сил и готовы, я думаю, дать нам бой. Ну а у нас сегодня, ребята, есть пару изменений. Сегодня Акафор с первых минут. Сегодня также Калюрию с первых минут. Ну и в остальном без изменений. Так что погнали. Сусуола довольно интересный соперник. Мы с ними уже встречались. Здесь, как мы видим, у них есть лучший бомбардир, как я понимаю, Кубка. Три гола у него забита. Классная передача на Лиау. Лиау с мячом. Лиау убирает мяч под себя. Тео Эрнандес. Ух, какой подкатик там был. Подача. Галлахер, скидка. Муса. Удар поворотом. Наклбол летел, но не попал немножко в створ. Десятая минута. Первый такой неплохой момент. В прошлом туре, кстати говоря, в чемпионате. Интер выиграл у Ювентуса. Ой-ой-ой, какая передача. И 1-0. Вот здесь Сусуола классно разыграла. Не успела наша оборона сомкнуться. Пятнадцатая минута. И это 1-0. Вальпато, двадцать третий номер. Выводится Сусуолу вперед. Минин вытирает пот с лица. Но здесь разыграно все было круто. Посмотрите, вот эта передача в центр. А тут, где Калюлю бегал, непонятно. Муса. Успел протолкнуть мяч на Тео Эрнандеса. Эрнандес одним движением мяч прокидывает. Тео заскакивает в штрафную. Прострел. Шешко забить. Один удар. Второй. Мы возвращаемся в игру. Двадцать пятая минута. Не без доли везения, но у нас получилось забить. Тео Эрнандес сегодня очень классно залетает по флангу. И здесь, ну можно сказать, Шешко немножко отыгрался с соперником в стеночку. И потом уже Неванзил мяч в дальний угол. Ничья 1-1. Ну вот можно сказать по одной ошибке. Допустили соперники. Передача на Чуквезу. Шешко. Вдвоем с Чуквезой разыграли. Чуквеза набирает скорость. Акафор открывается. Чуквеза берет игру на себя. Бьет. И, к сожалению, не попадает как следует, ребята, в дальний угол. Галкипер тащит. Вот у Акафора, я замечаю, есть одна такая небольшая особенность со знаком минус. Он очень часто отказывается куда-то забегать. Тео Эрнандес. Ляу не дорабатывает. И здесь тоже передача от Галлахера не прошла. Калабрию качнули. Передача пяткой. Главное второй не пропустить сейчас к перерыву. Ту Квезе. Все. Перерыв. Пока ничья 1-1. Здорово. Шешко выставляет ногу Акафора. Попробовать забить Акафор прямо по центру. Ну, дружище. Что ж ты не ударил в дальний? Тео Эрнандес. Фаст-центр. Шешко. Развернулся. Ударил. Шешко забил. Ребята, я говорил, что этому парню нужно просто немножко освоиться. До этого он не попадал в створ. Теперь прицельно бьет как нужно. Ну и здесь на коротке шикарно разыграли. Помните, в прошлом матче там у Галлахера был такой момент? И он тогда рядом с дальней штангой ударил. Хорошая передача. Но тут Тамори. Тамори. Тео Эрнандес. Аккуратная передача. Ляо. Акафор. Запускает Ляо в прорыв. Успеет Ляо. Чуть-чуть не хватило ему скорости. Акафор мне немного напоминает почему-то Решфорда из МЮ. В нашей карьере, которая была. Что вот он, знаете, как будто не хочет. Может, но не хочет. И вот сейчас Акафор мне действительно напоминает Решфорда. Здорово. Акафор. Передача на Шешко. Шешко. Хэт-трик. Да. И вот здесь Акафор красавчик. Вот тут он включился. Он выдал. И это, ребята, 3-1. Здесь он выжидал паузу. Выкатил. И Шешко, ребята, попал. Ляо играет на Тео Эрнандеса. Эрнандес полетел по флангу. У нас последняя минута. Замены не успели пройти. Тео Эрнандес убирает мяч под себя. Акафор. Ай-яй-яй. Я хотел черпачком туда за вратаря, но не получилось сильно. Тем не менее, мы, ребят, побеждаем. Шешко оформляет хэт-трик. Этот хэт-трик помогает нашей команде пройти в полуфинал Кубка Италии. Ювентус проходит Лацо. Фиорентино побеждает по пенальти Наполи. Мы проходим Сусолу. А Интер по пенальти проходит Рому. Мы оторвались от Интера на 4 очка. Неплохой такой задел. А сейчас мы играем с Наполи. Которые, помните, в первом круге нас прям разгромили. И сейчас у нас есть шанс им отомстить. Но получится ли это сделать? Они сейчас идут в пятерке. Они в двух очках от четвертого места. И давайте посмотрим на их стартовый состав. Видим, мы здесь усталость. Но она не очень сильная. Поэтому, ну вот, лаботка у них на травме. Это, мне кажется, потеря. В первом матче, когда мы с ними встречались, он был в старте. Но вот состав нашей команды. Сегодня пару изменений. Кьяер, Пулеш и Чижеру с первых минут. Ну и, ребята, поехали. Это снова игра дома. Дома у нас команда иногда странно действует. Мы можем сыграть уверенно. А можем, наоборот, как-то отлететь без особых вариантов. Ну, мы помним, Квича Асимхен забивали. Тогда мы, по-моему, проиграли 3-1, если мне память не изменяет. Тогда там и пенальти были. Ну и вообще, Наполе действовали довольно, ребята, активно. Но мы тогда, по-моему, не шли на первом месте в турнирной таблице. Поэтому посмотрим. Посмотрим, что сегодня будет. Шешко здесь будто через соперника хотел просочиться. Шешко! Неплохая передача на Жиру, но тот не поспел к мячу. И мы начинаем давить Наполе уже у их штрафной. Шешко! Грубовато. Но, надеюсь, что без желтой. Хэт-трик в прошлом матче нам показывает у Шешко. Но это мы уже и так с вами видели. Мы его, собственно, и забили. Калабрия. Молодцом. Вот чуть-чуть корпусом отодвинул соперника. Не позволил пройти вперед. И уже контратака намечается. Фьяер. Вот здесь также классно. Он, к сожалению, как другие игроки атаки, не смог перекинуть на Жиру. Я уже хотел исполнить какой-нибудь интересный удар за Жиру. Но мяч до него не дошел. Сейчас Галлахер навязывает прессинг. Правились. И передача во фланг. Пулешич. Пулешич. Молодцом. Смог Пулешич здесь прорваться. Марио Руи как-то совсем уставшим выглядит. И вот сейчас навес. На Жиру нет. Снова не проходит. А здесь рука была. Но мы продолжаем. Мы продолжаем. Мы не останавливаемся. Ляо. Ляо. Один момент. Что там? Какая-то неразбериха. Шешко бьет. Ребята. Просто сумасшедшая какая-то атака. Но там было положение вне игры. А Ляо готов был с ногами соперника мяч внести в сетку. Ну а вот у Наполи мяч заскакивает вот так легко в ворота. Ну я не знаю. Ну как это? Ты лупишь. Там просто куча ног. Здесь первая атака Наполи. И мячик проскакивает. Между нашей защитой от вратаря. Как говорится, он ушел и от бабушки, и от дедушки. Это 1-0. Ну снова, снова какая-то неудача в матче с Наполи. Ты атакуешь, создаешь моменты. А эти парни буквально с первого удара забивают что-то непонятное. Жиру. Его удар по воротам, и снова все плотненько. Да, вот самое обидное. Когда ты играешь, ты вроде как доминируешь, прессингуешь. Ты здорово разыгрываешь. Создаешь какие-то моменты, а мяч не идет в ворота. Вот просто ни в какую не идет. То оборона, то вратарь. Но это, конечно, тоже их заслуга. Не просто так они там на удачу отбиваются. Пас на Жиру. Жиру. Здорово. Разворачивается. Ну же. Пулешич. А вот и нам немножко с отскоком везет. Пулешич, ребята, забивает. Один-один. 59-я минута. И вот здесь классно сыграл Жиру. Старичок здорово развернулся. Но и вот тут. Калабрия классно выкатил на Галлахера. Успел ткнуть носочком мяч в центр. Ну и Пулешич. Хлестко пробивает. Цепляет этот мяч вратарь на поле. Но. Тот успевает заскочить в сетку. У нас, ребята, 1-1. Тамори красавец. Жиру. Ну и начинает раскрываться игра. Тео Эрнандес. Мяч выгрызает. Передача на Лиау. Лиау набирает скорость. Можно навешивать на Шешку. Шешку почему-то не пошел. У нас сейчас готовятся замены. У нас выйдет Чукуэзе. У нас выйдет Акафор. Выйдет также Терчано. Но пока атака на поле. И будет угловой. Ну что, свежие силы. Минут 15 до конца. Удар есть. И снова голкипер хорош. Давайте Рейндерса вместо Мусы. Передача в центр. Фьяер. Молодцом. Выставил ножку. Акафор. Чукуэзе. Вот они, свежие игроки. Полетели в атаку. Чукуэзе. Здорово. Чукуэзе. Мяч прокидывает. Чукуэзе. Ну же. Заби. И Чукуэзе, ребята. Восемьдесят девятое. Вот что значит сыграла замена. Он отдал все силы сейчас в этот рывок. И по праву, по праву ребята празднуют сейчас забитый мяч. Потому что это действительно было круто. Как вот здесь на рывке он смог прорваться, переложить под левую и аккуратно послать в дальний угол. Это было круто. Это 2-1. Буквально за одну минуту до свистка мы выходим вперед. И уже показываем свой характер. Мы не опустили руки. Получив первый мяч. Мы сравнялись. Ну а в концовочке немножко удача нам улыбнулась. И мы, ребята, смогли забить второй. Это победа. Победа 2-1. Мы забираем 3 очка. Мы продолжаем лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. Ну а вы, ребята, продолжайте поддерживать серии своими лайками. Писать комментарии. Подписываться на канал все здесь впервые. Залетать в телегу, на второй канал и на твич-канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok